Доброго времени суток к Санавирус Санкт-Петербург. Перед нами электромобиль Hi-Fi Z с версией прошивки 3.2.1. К нами была произведена адаптация данной системы на русский язык. Сейчас мы находимся в пункте настроек, давайте сразу по нему пробежимся. Перевод аккуратный. Сделан с сохранением межстрочных интервалов, расстояния между букв, размером шрифта. Все описания у нас переведены не машинным переводом, весь перевод ручной. Где надо мы перефразировали, где надо убрали лишние слова. То есть делали все, чтобы русскоговорящему человеку было максимально комфортно пользоваться автомобилем. И он не задумывался о том, что же здесь написано, что здесь имелось в виду. Мы перевод делаем для людей. Как можете наблюдать, нигде текст не выезжает за выделенные под него рамки. Нету наложения текста друг на друга. Все у нас выглядит максимально лаконично. Климат-контроль, конечно же, также переведен. Круговой обзор. Режимы вождения при переключении на лепестках. Также мы сделали бар для приложений. Открываем Яндекс.Навигатор. Открываем YouTube. Яндекс.Браузер. Яндекс.Музыку. Все работает. Также приложения доступны из стандартного раздела приложений. Раздел батареи. Максимально аккуратный, красивый, приятный глазу перевод. Также переходим в раздел настройки. Система. Выключим Bluetooth. Выключим Wi-Fi. Выключим беспроводную локальную сеть. Все мы отключаем. После чего открываем, допустим, YouTube. Интернет работает. От сим-карты. Без каких-либо нареканий. У нас везде отключены все возможные сторонние способы связи, кроме сим-карты. И, как видите, все у нас прекрасно функционирует. Проверяем в Яндекс.Навигаторе. Открыли Яндекс.Навигатор. Открыли Яндекс.Навигатор. Жмем на точку. Все работает. Пробки отображает. Обратно возвращаемся в YouTube. Запускаем видео. Все так же работает. После чего настройки. И проверяем, что у нас все отключено. Также здесь сохранен раздел мастер-аккаунта. Сейчас мы немножко сделаем вот так, чтобы не показывать вин-код автомобиля. данный раздел у нас работает. Также мы перевели задний маленький мониторчик климат-контроля. Сейчас давайте к нему перейдем. Вот он у нас монитор для задних пассажиров. Также переведен. управление музыкой. Все функционирует без каких-либо нареканий. С вами была компания xanavi.ru в Санкт-Петербург. Спасибо за внимание. Если вы хотите русифицировать ваш хай-фай, x, y, z, любую модель, с радостью сделаем. Обращайтесь к нам. Наши контакты в описании. Мы представлены не только в Санкт-Петербурге, но и в других городах. Полный список в описании. Консультация по телефону и WhatsApp. Всего доброго.